Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 никто больше как вы не делаете. А можно вашу визиточку? Визиточку, к сожалению, будут и привезли сегодня. Я вам... Ну вот, информация о нашей компании краткая, пакетик. Ой, я понял. Да, давайте пакетик. Да уж что-то я много набрал, говорил не буду, не буду ничего брать. Такие вещи. Вот. 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 Я вот сделаю. А вы для себя или вы? Для себя. Каналы. Смотрите, просто для понимания. Я уже понял, в чем фишка. Ну, по-моему, позвольте, скажите, на стенный котел допустим, стоит 50 тысяч рублей. Допустим, хорошая немецкая риска, ну, допустим. Проработает он 7 лет, через 7 лет его нужно поменять, заплатить за 50 тысяч, заплатить за доставку, за установку и прочее. За 25 лет вы его поменяете там 2 или 3 раза. В итоге выйдете на те же деньги, что этот стоит. С этим котлом вам за 25 лет к нему никакой дядька ходит менять его не будет. Понимаете, да? Не нужно вызывать союз для его замены. Производительность по горячему водоснабжению у него в 2 раза больше, чем у обычных термопортов. Погода-зависимая автоматика в комплекте, сервопривод в комплекте, ничего не надо покупать. Можно купить еще одну насосную группу, ну, например, если у вас там теплые полы, радиаторы. А минимальные на 25, да? 23. Вставить эту насосную группу прямо в котельную, таким образом вообще сэкономить занимаемое место в котельной. Можно на кухне парить. Комнатный термостат и беспроводной кабель цены не нужен. Там, который строится, с какой сайт, там проблем нет. На пояс? Ну, не знаю, смотрите, я себе строю у меня с котельной, рядом стоит, в каком-то соседом, 10-10 поставок нет. Ты на 3 кВт не понимаешь, у меня прямо у нас, 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 у нас. На отопление, например, вот я просто, мне сейчас очень понравилось, потому что там сразу и кондиционер, и очиститель воздуха, и то, и все, короче, и очень... И не надо с радиатором с этим связываться. А вот, ну, просто парень, который уже делал, уже эксплуатировал, он говорит, что нужно, чем портить, потому что, как идеально, он не работает чистым, поэтому маленький котел на теплый пол, скажем, чем воздух. А зачем, зачем мне помещение котел? Ставим сюда насос в руке, нет, еще одно. Нет, у вас же на воздух нет. Зачем, смотрите, как воздух там нагревается, а все равно будет стоять теплопенник? Нет, там воздух, ну да, он через теплообменник нагревается. На теплообменник будет поступать тепломчитель от котла. В любом случае, от агрегата, который будет набирать теплоноситель. Так зачем вам покупать еще один котел, если вы можете просто приобрести насосную группу, вставить, и у вас получается, что котел работает на горячую воду, и две насосные группы, которые независимо друг от друга, закрывают теплоноситель два разных контра. Один на теплый клуб, второй на теплообменник для воздушного ватопена. Да, но тогда надо еще, надо быть кулибезом, чтобы это все смонтировать. Проектировщик рассчитает все нагрузки. Сделай подробную спецификацию, что нужно. Ну, какой тройник сеть поясе, какой автоматикой нужна, а может быть не нужна. Я поговорю с ним, он просто сам кондиционерщик. У себя в офисе он сделал. Просто совершенно другой кондиционерщик. Несколько с чем в Арене. Не нужно забывать, что...